Столица самой северной провинции Китая, Холунзян, город Харбин. Сегодня к нему приковано внимание мирового сообщества. Сегодня здесь открывается 8-е российско-китайское экспо. Сегодня здесь находится президент России Владимир Путин. В этой связи в городе приняты беспрецедентные меры безопасности. Некоторые улицы на время визита высокого гостя будут перекрыты. Закрытая сама площадка экспо на несколько километров растянулся большой зеленый забор. Попасть туда невозможно, поэтому основные переговоры, деловые встречи начнутся завтра, 18 мая. Провинция Холунзян и Китай важнейший партнер для нашего региона, для Приморского края, как в сфере экономики, торговли, инвестиций, так и в области культуры, искусства, туризма, спорта. Иными словами, во всех сферах человеческих отношений. Мы, с одной стороны, подводим итоги нашей работы за предыдущие годы здесь. Пандемия уже давно позади, и мы добились значительных успехов уже после этих грустных событий. Вообще, экспо, которое является частью торгово-экономической ярмарки, это важнейшая площадка для двустороннего делового сотрудничества. Здесь в полном смысле купец показывает свой товар. Здесь российские, в частности, приморские производители, могут показать, насколько крутые у них разработки, насколько они интересны для инвестиционного вложения. В прошлом, в 2023 году, эта цифра, объем торговли Приморского края с Китайской Народной Республикой составил едва ли не 9 миллиардов долларов. Это очень впечатляющая цифра. Но мы идем вперед, губернатор ставит задачи достигнуть 10 миллиардов в следующем году. Сегодня в Харбине находятся сотни предпринимателей, возглавляет делегацию губернатор края Олег Кожемяка. Кстати, важной частью деловой программы станет программа культурная. Из нашего края высадился целый десант. Два коллектива народной музыки Садко и Ярица и камерный оркестр Приморской краевой филармонии. И сегодня они будут играть на торжественном концерте, который посвящен открытию экспо. На вечере ожидаются присутствия самых высоких гостей.